Музыка Сердечно приветствую всех вас в мастер-жествах, посвященных 700-летию со дня рождения преподобного Сергия Радусского. Радуюсь тому, что представители поместных православной церкви прибыли в Москву для участия в столь значимом для русской православной церкви в бежеве. Прошу передать слова благодарности моим собратьям, предстоятелям за направление своих высоких представителей, что является свидетельством их братской любви и нашего единомыслия. Преподобного Сергия называют игуменом земли русской. С его именем связано преобразование русского монашества, распространение общежительного устава иноческого жития. Во многом эти изменения были обусловлены влиянием святой Гаврии Афон, благодаря духовным отношениям преподобного Сергия с одним из выдающихся ее воспитанников и насельников, константинопольским патриархом Филофеем Кокином. Основанная преподобным Сергием обитель, обитель Святой Троицы, не просто одна из крупнейших на Руси, она стала настоящей монашеской школой, которая воспитала не одно поколение боголюбивых иноков, позднее основавших множество монастырей по всей Руси. И сегодня Лабра остается центральным монастырем нашей Церкви, с нее берут пример и другие обители. Значение преподобного Сергия для Русской Православной Церкви и для нашей страны трудно переоценить. В период разделения и междуусобия он примерял враждующих князей, призывал к миру и единству. Преподобный поистине был собирателем Святой Руси. Пример его жизни особенно важен и актуален для наших дней, когда на земле Украины не прекращается междоусобная брать и провеливается кровь православных христиан. Прошу ваших молитв, помощей преподобного, об искоренении вражды и воцарении мира на Украине. На протяжении своей истории Троицы Сергия Валавра всегда оставалась центром посвящения. Вот уже не одно столетие под тенью обители преподобного Сергия располагаются московские духовные школы, где под молитвом, под покровом преподобного получили образование тысячи священнослужителей Русской Православной Церкви, а также многие представители братских, поместных православных церквей. Преподобный никогда не искал славы, не искал власти, и даже игуменство в основанном им монастыре приняло лишь после многочисленных просьб братья, не хотел игуменом становиться. Но истинное смирение и всецелая преданность воли Божьей привлекало и продолжает привлекать к нему тысячи людей, которые видят в нем своего духовного отца и молитвенного предстоятеля. И вчера во время 17-километрового крестного хода, который двигался от монастыря в Хатьково, где почуют мощи родителей преподобного Сергия, преподобных Марии, Кирилла и Марии, до Троицы Сергиевой Лавры, я был свидетелем удивительного духовного подъема. Более 30 тысяч человек, которые шли, несмотря на 40-градусную жару, именно такая температура была на солнце, шли с детьми, и нужно было видеть радостные лица людей. Никакой усталости, духовный подъем. Шли люди разных возрастов, но особенно приятно было видеть молодые семьи, которые даже детей с собой несли. Вот это свидетельство тому, что преподобный Сергий является притягательной духовной силой для людей 21 века. Человек остается человеком всегда. И в 14 веке, когда был преподобный Сергий, и в 21 веке те же самые радости, те же самые скорби, те же самые духовные победы, и те же самые страсти человека, которые губят душу. И поэтому человек, оставаясь тем же самым, Богом сданной личностью, откликается на действия Божественной благодати. Всем своим сердцем. Только важно, чтобы Церковь Божия, пасторы, помогали людям почувствовать эту благодать, преодолеть притяжение, искушение века сего. Вот это наша задача. Господь спасает своей благодатью. И Богом сданная человеческая природа откликается на эту благодать. А вот для того, чтобы человек был способен открыть свое сердце благодати Божией, мы и должны трудиться, не взирая ни на такие сложные обстоятельства, переживаемого нами временем. Действительно, преподобный Сергий один из наиболее почитаемых и любимых в нашем народе святых. И ваш приезд свидетельствует о том, что преподобный Сергий почитаем также во всем православном мире. Я хотел бы сердечно поблагодарить вас, досточтимые высокие делегаты по местным православным церквям, за вашу готовность вместе с нами разделить этот желикий праздник 700-летие со дня рождения преподобного и богоносного отца нашего Сергия Игумена Равнусска. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok